Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана Прайм. Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru В эфире служба новостей Саров-24. В студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 210 выздоровели. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? На финишной прямой. 1 июля – основной день общероссийского голосования. Молодежь и цифровизация. В Сарове стартует совместный проект информационного альянса атомных городов и Центра поддержки предпринимательства. Далее расскажем обо всем подробно. Более 100 штаммов коронавируса обнаружили специалисты за время эпидемии в России. Об этом сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что выявленные мутации не ведут к серьезным изменениям. В «Векторе» заявили, что три прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность сформировать иммунный ответ. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту – это и есть самая большая сложность, сказал генеральный директор Центра «Вектор» Максютов. В России разработкой вакцины занимается несколько организаций. Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей уже начал испытания своей вакцины. По данным Минздрава, первый этап исследования может занять около полутора месяцев. Начало промышленного производства вакцины от COVID-19 запланировано на сентябрь. Ранее треть россиян заявили о том, что не хотят делать прививку от коронавируса. Отметим, что в России отказ от обязательной вакцинации чреват штрафом до 7 тысяч рублей. За сутки в России было зафиксировано почти 7 тысяч случаев коронавируса. Общее количество заражений в стране увеличилось до 647 тысяч. За время пандемии умерли 9320 пациентов. Выздоровели более 412 тысяч пациентов. В Нижегородской области возобновляют свою работу спортивные школы. Глеб Никитин внес соответствующие изменения в указ губернатора о режиме повышенной готовности. В закрытых помещениях можно будет заниматься группами до трех человек. И до семи человек на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Руководителям учреждений дано поручение организовать тренировочный процесс и составить расписание занятий с учетом ограничений по количеству одновременно занимающихся. На сегодняшний день новая норма коснется 38 фоков и 73 спортшколы, сказал Глеб Никитин. Как отметил губернатор, начинают работать спортивные школы, спортшколы Олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы и физкультурно-оздравительные комплексы, плавательные бассейны для ограниченного доступа без массового посещения. Работа учреждений будет организована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Также 30 июня постановлением губернатора Нижегородской области снят карантин с Павлова и Кулебак. С начала пандемии в регионе зафиксировано почти 17,5 тысяч случаев заражения. Чуть более 11 тысяч выздоровели. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 203 нижегородцев. В Сарове с начала пандемии зафиксировано 520 случаев заражения. 210 человек выздоровели. В условиях стационара лечатся 39 саровчан, из них 28 госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. В Приволжском окружном медицинском центре находится 7 пациентов. Состояние троих из них медики оценивают как тяжелое. Еще четверо проходят лечение в 23-й инфекционной больнице Нижнего Новгорода. На карантине под наблюдением медиков остается 246 человек. За последние сутки проведен 341 анализ на COVID-19. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы обратились к саровчанам с просьбой оценить работу городской администрации по борьбе с коронавирусом. 61% респондентов дали отрицательную оценку действий местных чиновников во время пандемии. 20% опрошенных положительно оценили все мероприятия, которые проводил муниципалитет в режиме повышенной готовности. Почти столько же участников опроса нажали на кнопку «Мне все равно». Уже более миллиона россиян проголосовали онлайн. 1 июля – основной день голосования. Будет выходным? Ожидается, что на участки придет самое большое число избирателей. Процедуру растянули на неделю, чтобы не создавать риск инфицирования. О том, как организовано голосование на участках, как будут учитывать итоги дистанционного голосования и сколько саровчан уже сделали свой выбор, рассказал представитель территориальной избирательной комиссии Валентин Борис. Свыше 68 тысяч избирателей зарегистрировано в Сарове. Более 30 тысяч из них уже приняли участие в голосовании. Хотелось бы лучше, честно скажу, потому что действительно предприняты все меры для того, чтобы и надо отдать должность руководителям предприятий организации города, которые создали условия для того, чтобы члены комиссии, а их у нас 326, потому что 36 участок поделить членам комиссии, создали условия, чтобы они могли с 8 утра до 8 вечера быть на избирательном участке и обеспечивать голосование. Основная задача территориального избиркома в условиях пандемии обеспечить безопасность горожан при голосовании. На входе в помещение избирателям избирают температуру, выдают маски и перчатки. Для заполнения документов выдают ручку, которую потом человек забирает с собой. Данных о том, кто из саровчан проголосовал дистанционно, нет. Вся эта информация концентрируется в Москве, в Центральной избирательной комиссии. После подведения итогов, эта информация идет только в Нижний Новгород, количество нижегородцев, которые проголосовали дистанционно. И эти данные приплюсовываются к данным нижегородцам, которые проголосовали очно. Для исключения двойного голосования члены избирательной комиссии могут проверить, выразил ли свою позицию по отношению к поправкам человек онлайн. Имеется сайт, который мы входим туда, выходим на этот сайт, вводим туда информацию не фамилии и отчества, а только паспортные данные, и получаем информацию о том, проголосовал ли этот избиратель или нет. Те, у кого не было времени ознакомиться с поправками в главный документ государства, могут это сделать в день голосования. Изучить действующую конституцию и предлагаемые изменения можно прямо на избирательном участке. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. Учебный год начнется в России традиционно 1 сентября. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. На фоне пандемии в учебных заведениях будут усилены меры по санитарной безопасности. Регламент разрабатывается с руководством всех регионов. Также было принято решение в начале учебного года провести диагностику знаний школьников, чтобы понять, какие есть пробелы и помочь их восполнить. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июля регистрироваться в качестве самозанятых получат право молодые люди с 16 лет. Одновременно все регионы получат право вводить налог на профессиональный доход, который с начала этого года уже действует в 23 субъектах России, в том числе и Нижегородской области. Напомним, самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физическими лицами, и 6% с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Других обязательных платежей нет. В отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятым не требуется подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование. Достаточно пройти регистрацию в приложении «Мой налог». Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал об особенностях курортного сезона на полуострове. По его словам, до недавнего времени приезжающие в санаторий должны были кроме санаторно-курортной карты предоставлять справку об отсутствии COVID-19. Теперь справка не нужна. Также не требуется обязательное еженедельное тестирование на коронавирус для персонала. В то же время сохраняется обязательная термометрия и для сотрудников, и для отдыхающих. Продолжает действовать масочный режим в общественных местах. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое сделает автокредиты более доступными для россиян. Согласно документу, скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в нашей стране, составит от 10 до 25% его стоимости. На эту поддержку могут претендовать семьи, воспитывающие как минимум одного ребенка, сотрудники медицинских учреждений, а также граждане, сдавшие старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Информационный альянс «Атомные города» совместно с Центром поддержки предпринимательства запускает проект «Школа. Молодежь и цифровизация». В течение трех месяцев участники будут изучать инструменты интернет-маркетинга, научатся создавать и продвигать свои бизнес-идеи, а также получат навык формирования команды и упаковки проекта с помощью онлайн-игры. Как продвигать бренд, перевести бизнес в онлайн, воплотить свою идею в жизнь? Об этом молодым предпринимателям расскажут специалисты в маркетинге и IT-сфере. Проект «Школа. Молодежь и цифровизация» проводится среди молодых жителей городов присутствия госкорпорации «Росатома». Школьники, студенты, молодые предприниматели, в общем, все молодые амбициозные ребята, которые хотели бы реализовать какой-то бизнес-проект, имеют идею, либо, может быть, уже сложившийся бизнес, и как-то хотели бы его цифровизировать. Проект мы реализуем при поддержке информационного альянса «Атомные города», госкорпорации «Росатома». Не только Саров в этом проекте будет участвовать. То есть сейчас получается, что Саров формирует свою команду. В формате онлайн-лекции участники освоят инструменты интернет-маркетинга, копирайтинга и дизайна. Чтобы стать участником проекта, необходимо подать заявку в Центр поддержки предпринимательства. Каждому специалисты отправят ссылку на учебную платформу, где с 1 по 10 июля нужно будет пройти тестирование на знания современных технологий. Тестирование – это не для того, чтобы отсеять тех, кто не подходит по каким-то параметрам. Нет, подходят все. На основании данных по результатам тестирования будет уже готовиться именно обучающая программа. В процессе обучения начинающие диджитал-предприниматели разработают свой проект, который в дальнейшем представят на ежегодном форуме «Хакатон». В рамках этого форума ребята смогут защитить свои проекты. Возможно, смогут получить какое-то финансирование, но в любом случае получат массу впечатлений, массу эмоций, с большой вероятностью какие-то заказы, возможно, будущих работодателей, либо своих бизнес-партнеров. Обучение продлится до 10 сентября. Все участники получат удостоверение о повышении квалификации по специальности менеджера управления диджитал-проектами. Подробнее о программе можно узнать на сайте Центра поддержки предпринимательства города Сарова. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Несколько дней назад на территории лесного массива в районе 4-й заставы военнослужащие Саровской дивизии обнаружили следы медведя. Сотрудники лесопарка не стали делать поспешные заявления и взяли время на проверку информации. В итоге они подтвердили, что в нашем лесу обитают несколько медведей. О том, как вести себя при встрече с хозяином леса, смотрите в следующем репортаже. В лесном массиве нашего города живут три медведя. Так могла бы начинаться сказка, но это быль. Наши медведи гораздо меньше таежных собратьев. Высоту достигают метра семьдесят пять. Но, тем не менее, могут быть опасны для человека. Следы медведей горожане находят глубоко в лесу. Фотографируют их и выкладывают в интернет. Как правило, в чащу люди заезжают на квадроциклах. Там рубят деревья, косят траву, выгуливают домашних питомцев. Тем самым беспокоят дикого зверя. Если в тайге он спит в тихих местах, где его не трогают, и этропогенный фактор не захватывает, как у нас тут броют, ходят везде. Сейчас люди массово ничего не думают. Гуляют с собаками и думают, что вот они такие любители природы. На самом деле, а медведь он хозяин тайги. И если он в районе вот этой четвертой заставы перешел, а у нас там образовалась такая стация лесная, уникальная, болото. Раньше там не было, раньше было поле. А лет последних десять образовался огромный болот. А болото – это жизнь. Туда сейчас вот наши лесники, не дам, лося видели, там птицы. Все киши, даже косули появились. Шансы встретиться с медведем в Саровском лесу невелики. По словам лесника, косолапый боится человека настолько, что порой при встрече с людьми у него может случиться инфаркт. Они хозяева природы. Не мы хозяева. Они хозяева леса. Пришли, наведались, проверили. Все нормально, тихо. Ну, где-то попитались чем-то. Кормовая база у них неплохая. Тем более после горельников масса малиника, масса разных ягод. Медведь – животное сурьезное, как говорится. Ну, всеяден, как человек. Питается корешками, разными там мелочью. Ну, как и люди, все ест. Найдет мышцы ест, найдет там какую-нибудь личинку. Какую-нибудь жука тоже. Любимая у них пища – это муравьи. Спастись от медведя можно тремя способами. Первый – при виде косолапого нужно громко закричать. Второй – бросить ему рюкзак, куртку или другие крупные предметы, чтобы отвлечь внимание зверя. А после бежать, что есть силы. Ну, а если первые два способа не помогли, то применяйте третий. Опасный – ложитесь на землю лицом вниз и не шевелитесь. Медведь может решить, что вы мертвы, и сам оставит вас в покое. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. 144 минуты в день. Именно столько в среднем проводят человек в социальных сетях. Они давно стали обыденностью и настолько прочно внедрились в нашу жизнь, что уже очень сложно представить свое существование без них. В соцсетях общаются, переписываются, работают, продают и покупают. 30 июня отмечается Международный день социальных сетей. Начало празднования было положено известным сайтом Мэшебл в 2010 году. Зачем нужны соцсети саровчанам и что они там делают, выясняла наша съемочная группа. Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте и другие социальные сети. Сегодня мы проводим в них большую часть своего времени. Мониторим новости, слушаем музыку, смотрим мемы. Пойдемте узнаем у саровчан, какие социальные сети они предпочитают и что они там делают. Вы сидите в социальных сетях? Нет. А почему? Некогда. А чем вы таким занято? Работа много, на производстве дома. Вконтакте ты можешь переписываться с людьми, слушать музыку. Ну, в своей жизни, короче, заниматься в соцсетях. А в Инстаграме, ну, ты подписываешься на людей и смотришь, чем они занимаются. Общение, музыка. Что там? Мемы? Музыка, картинки, ничего. Ну, как бы там можно найти больше людей, то есть легче искать можно. Там уже сидит большая часть мира, то есть людей много. Можно получить иногда полезную информацию, то есть, например, что сейчас в моде или что сейчас обсуждают. Чем вообще полезна социальная сеть? Во время дистанционного обучения, например, очень полезна. Меру полезна. Если зависимость, как у меня на флювер, то нет. Но я с этим борюсь. Вконтакте, Инстаграм, ТикТок. А что там вообще полезного можно узнать? Да. Нет, я не сижу. А почему? Не знаю, я не понимаю. В ТикТоке, Вконтакте, Винстаграме. А что там вообще интересно? Что вы там делаете? Ну, Вконтакте я общаюсь, Винстаграме... Вдохновляемся. Вдохновляемся, да. И в Пинтересте. Вдохновляемся красивыми фотографиями. А что вообще такое ТикТок? Социальная сеть с короткими видеороликами. Погоду смотрю, сколько коронавируса смотрю. А вообще полезно сидеть в интернете? Нет. Почему? Время занимает. Много, да? Ну, особенно дети, они сидят целыми днями. Это вредно. А я предпочитаю сидеть в Инстаграме. Там можно записывать видео и запиливать их в сторис. Улыбнись. Для вас опрос проводили Ирина Вашегородцева и Евгения Шевцова. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Продолжение следует...